Всем привет! Это пятое видео курса по дыханию. В прошлый раз мы с вами изучили ПДИ и набор энергии во время ПДИ. Сегодня мы добавим очистительное дыхание и расслабление. Ну, начнем с полного дыхания йогов. Я дам сейчас еще один способ набора и распределения энергии. В прошлый раз мы делали набор энергии на вдохе из черного звездного космоса в область сердца. И на выдохе мы выдыхали черный дым. Есть еще один способ. Мы также на вдохе набираем из черного звездного космоса серебристо-голубую прану в область сердца. На выдохе мы распределяем ее по области от диафрагмы до ключиц, по области грудной клетки. Сейчас мы сделаем это три раза. Мы проверили нашу позицию. Вытянулись. Делаем короткий выдох толчком диафрагмы. Начинаем вдох. На вдохе мы набираем прану из черного звездного космоса в область сердца. На выдохе мы распределяем ее по области от диафрагмы до ключиц по грудной клетке. Достаточно. Когда мы занимаемся пранаямой, важно быть спокойным и не торопиться никуда. После того, как мы закончили упражнение, мы можем некоторое время посидеть спокойно, подышать. Потому что в этот момент может наступать очень интересное, спокойное, расслабленное состояние сознания. Мы можем его заметить. Некое состояние как бы пустого ума. И вот такое распределение энергии по какому-то, по какой-то области может быть полезно в том случае, если у нас что-то болит, если нас беспокоит какой-то орган или какая-то часть тела, болит какой-нибудь сустав или, например, желудок или еще что-то, мы можем набирать энергию в область сердца и на выдохе распределять ее там, где нам хочется. И мы можем также сочетать набор и распределение энергии с набором и выдохом черного дыма, яда, шлаки, токсины, болезни. Мы выдыхаем. Вот сейчас этот второй вариант мы сделаем. Еще три раза со вдохом мы набираем энергию в область сердца из черного звездного космоса. На выдохе мы выдыхаем черный дым. У нас прямая позиция. Все шесть частей равны между собой. Вдох и выдох начинаются снизу, с живота. И все дыхание мы начинаем с короткого выдоха толчком диафрагмы выдоха через нос. И мы сидим некоторое время. Расслаблено. И сейчас мы изучим очистительное дыхание. Оно выполняется следующим образом. Сначала мы делаем быстрый, шумный, полный вдох через нос. Вот такой. Он быстрый. Если мы при этом успеем сохранить форму полного дыхания, это очень хорошо. Но если пока это не получается, мы просто делаем большой, полный вдох. Шумный через нос. Быстрый. И затем вот тот воздух, который мы вдохнули, мы начинаем выдыхать толчками диафрагмы порциями через плотно напряженные губы, растянутые в улыбке. Мы как бы дуем на блюдце с горячим чаем. Посмотрите, как это все вместе выглядит. И мы выдыхаем все до конца. Промежуточных вдохов нет. Вот мы один раз шумно вдохнули быстро. И дальше мы порциями выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем. Пробуем. Достаточно. Нам пригодится это в следующих упражнениях. А также это очень полезно для того, чтобы очищать свою энергию и свое сознание. Иногда, когда мы перевозбуждены, когда мы переполнены негативной информацией, энергией, эмоцией, ну и вообще переполнены чем-то, что излишне. Мы можем это сбросить. После неприятного разговора, после посещения неприятного места. Иногда после метро, после больницы, еще каких-нибудь подобных мест. Ну или любых таких мест, где вам нехорошо. После разговора с неприятным человеком. Здесь тоже у нас есть сознание. Если мы успеем, мы набираем энергию в область сердца, как в ПДИ. Можем после этого короткого, быстрого, шумного вдоха мы сделать на буквально на секундочку задержку. И собрать ядыш, лаги, токсины, вот все, что мы хотим выбросить, собрать в виде черного дыма. Дальше на выдохе, вот этими порциями, мы выбрасываем этот черный дым. Опять же, мы ни на кого его не направляем. Мы просто выдыхаем этот черный дым. Он растворяется в природе элементов, не причиняя никому вреда. Давайте еще раз, два раза попробуем. Значит, важно, что у нас работает только диафрагма здесь. Талчками диафрагмы мы выдыхаем до конца. Начали. Начали. Губы плотные, твердые такие, растянутые в улыбку. Также мы можем это очистительное дыхание делать, если мы, допустим, делаем ПДИ. И если оно у нас еще не очень хорошо получается, у нас накапливаются какие-то напряжения в дыхании. Идеально, если мы закончили ПДИ, и у нас дыхание очень спокойное. Даже в какой-то, может быть, момент нам даже и не хочется дышать. Но естественным образом мы расслаблены после ПДИ. Это в идеале. Если у нас пока что это не получается, мы делаем после ПДИ очистительное дыхание. Один раз, два или три. Больше не надо, потому что может закружиться голова. Может быть, вам хватит одного раза. Вы почувствуете. Если хочется еще, сделайте еще. И в конце, вместо созерцания дыхания, я сейчас дам расслабление сидя. Очень короткое расслабление сидя. Ультракороткое. Его можно делать на стуле. Там можно будет облокотиться о спинку стула. Но более полное расслабление сидя я вам дам позже. А сейчас такое ультракороткое расслабление сидя. Мы сидим вот в такой же позиции с прямой спиной. Но, может быть, не так строго, как при выполнении дыхательных практик. Голени у нас перпендикулярны полу. Руки лежат на бедрах. Мы сейчас расслабим стопы, кисти и лицо. Сейчас глаза можно закрыть, слушать мой голос и представлять или даже проговаривать то, что проговариваю я. Вы проговариваете это про себя или просто представляете это про себя и расслабляете те части тела, которые я буду сейчас говорить. Так, мы закрываем глаза. Мы чувствуем, что мы не держим позицию ни руками, ни ногами. Находим это положение удобное. Расслабляем пальцы на правой ноге от большого пальца к мизинцу, каждый пальчик в отдельности. Расслабляем пальцы на левую ноге от большого пальца к мизинцу, каждый пальчик в отдельности. Расслабляем стопы правую, левую. Представим или повторим про себя. Мои стопы расслаблены, они тяжелые-тяжелые. Мои стопы расслаблены, они тяжелые-тяжелые. Расслабляем кисти. Расслабляем пальцы на правой руке от большого пальца к мизинцу, каждый пальчик в отдельности. Расслабляем пальцы на левой руке от большого пальца к мизинцу, каждый пальчик в отдельности. Расслабляем кисти правую, левую. Представим или повторим про себя. Мои кисти расслаблены, расслаблены. Они тяжелые и теплые. Мои кисти расслаблены, расслаблены. Они тяжелые и теплые. Расслабляем шею, мышцы шеи. Лицо, мимические мышцы лица. Лоб, в области лба легкая прохлада. Глаза, круговые мышцы глаз. Губы, язык. Расслабленный язык касается кончиком верхнего неба. Нижнюю челюсть, она слегка отвисла. Расслабляем мышцы под волосяным покровом головы. Представим или повторим про себя. Моя глава ясная и легкая. Моя глава ясная и легкая. И мы посидим в этом состоянии совсем чуть-чуть. В этом состоянии мы можем также созерцать дыхание, не вмешиваясь в его процесс. Заканчиваем наше расслабление. Глазки у нас пока закрыты. Мы со вдохом переплетаем перед собой пальцы и рук. На задержке вдохом подтягиваемся всем телом. Пальцы, ног на носочки. С выдохом возвращаемся в исходное положение. Со вдохом тянемся направо. Ноги напряжены. Пальцы, ног, носочки. С выдохом возвращаемся в исходное положение. Со вдохом тянемся налево, с выдохом возвращаемся в исходное положение. В исходном положении мы делаем глубокий вдох и на выдохе открываем глаза. Итак, сегодня мы с вами попрактиковали полное дыхание йогов, очистительное дыхание и ультракороткое расслабление. В следующий раз мы еще попрактикуем полное дыхание йогов и поизучаем первую пранаяму с задержкой, которая называется кумхака. Успешной практики! Всем пока!